Кто такой белорус? Какое? Вот хороший вопрос. Кто такой белорус? Из эфира Романенко сейчас выводеру фразу, которая мне очень понравилась. Вот эта матрица мифа-дизайна, она у России одна, у Украины другая, у Беларуси она третья. Ну, исходя из многих факторов. Окей, с этими ребятами нам вообще сложно, как их там перемифодизайнить, так, чтобы они перестали угрожать миру. Но у вас прозвучала совершенно шикарная формулировка. Банда, Майдан и колхоз. Да. И вот этот принцип, причем я попрошу наших белорусов в экран не плювать, потому что это неоскорбительная история. Я знаю, вы там уже навострились. А, сейчас опять белорус-колхозники. Секундочку, у колхоза это... У нас осталась вот эта родовая травма еще с совка, когда нам прививали в белорус пансахи и косы, и мы такие дети. Я очень хорошо помню себя. Я приходила в школу, ну, зачем мне этот белорусский? А что это за идиотское произведение? Половину слов не понимали. Потому что белорусского не знаю. Я не знаю, что они обозначают. Что это какая-то там сельхозтехника, которую я, ребенок города, в глаза не видел. Так вот. И вот эта ваша формулировка, матрица, она больше про что? Она про взаимоотношения, власть, народ? Майдан, банда и колхоз. Давайте так. Начнем по очереди, чуть-чуть их расшифруем. Значит, если мы посмотрим на Майдан, ну, тут я более-менее компетентен, потому что, собственно, историю своей страны изучаю больше. Что такое Майдан? Чаша. Наш Майдан, киевский, да? Чаша, куда стекается народ и диктует власти, ну, или власть придержащим, как нужно себя вести. Сметая, ну, во все времена такое было. Читаем там хоть Гоголя с его Тарасом Бульбой, когда они там собрались, хоть читаем про все вечи, где собирался народ, там хоть новгородские, хоть киевские, хоть какие, да, где была возможность вот этой прямой демократии, которая для меня еще берет свою основу с греческих формов. Когда собирался, да, вот, собственно, народ и каким-то образом в прямой демократии принимал какие-то решения. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Например, вот, мало кто в нашей историографии там именно психологически противопоставляет римское право и греческие форумы. Но они, это немножко разные. Понимаете, да, римское право, это тоже, вот так как-то есть какие-то правила, есть все сверху, там, суд и так далее. Здесь немного по-другому. То, что здесь это так, заметно в сравнении с Красной площадью. Я очень люблю это сравнение. Классная площадь – это купол. Она выпуклая. Ее венчает плаха. До сих пор. Лобное место. Это вообще плаха. Где власть народу извещала, что нужно делать, а кто не согласен, добро пожаловать. Палач сегодня не в отпуске. Все, нормально, да, замечательно. Вот плаха, пожалуйста, у кого есть какие-то возражения, от дискуссий мы переходим к делу. В очередь. В очередь. Все. Все поняли, все разошлись, царь-батюшка все принял, там, или бояре, или кто-то еще рассказали. Это точно не про то, чтобы боярам кто-то снизу, как только то, что называет себя сейчас Россией, как только переходило к такой форме, это у них называлось смутой. Это когда вообще ничего не понятно, когда снизу идет какая-то инициатива, она всегда очень плохо заканчивалась. Уже Дмитрий один, два, три. А гражданская война. Аж пока не началась сверху вот эта жесткая вся система централизации Красной Армии, все эти ВЧК, расстрелы и повешения в массовом порядке, травление газом, там, этих восстаний и так далее. Это все вот так, пока не возникла жесткая твердая рука, там это как-то не работает. Почему я говорю про банду? Потому что вот для меня, может, я не прав, очень сильным архетипом является такая гулаговско-зэковская такая вот система, может, кто-то в фильмах видел, дай бог, не дай бог, кто-то с этим столкнулся. Паханат. Когда есть очень жесткая система. И, кстати, если вы посмотрите там российский киминатограф последних 30 лет, там этого очень много. Там вот по понятиям пацаны, начиная с бригады и все остальное, там они прям уважением пользуются. Но это такая скрепа. Российская паханат, над которым царь-батюшка. Да. А кто такой царь-батюшка? Пахан это от слова папа. Батюшка, папа, ну выбирайте сами, каким словом увеличать этого. Вот. Такое папство, простите, если кому-то там в Риме сейчас немножечко начинает. Икнулось. Да, икнулось. Вот. Паханат. С очень жесткой системой. Неважно, это разборки 90-х. Это гулаг сталинского пошиба, собственно, и ЦК сталинского пошиба, где та же самая жесткая диктатура, она работала по такому же принципу. Там воры в законе, которые возникли при Советском Союзе вообще-то, и до этого тоже там, мне говорили, тоже существовала вся эта система. Я не столько хорошо это знаю, но она очень здорово архетипически ложится. То есть есть очень четкая, жесткая, вертикальная, подавляющая, кувалдовая власть. Кувалдовая, а 90-е там же... То же самое. Как только ослабевает верхняя власть, она спускается вниз, вот сейчас ослабевает московская власть, появляются пригожины, появляются другие, то есть она все равно будет требовать кого-то такого, ну, такого, который вот это все сделает. У меня как-то была шутка, знаете, как говорят там, из тебя там вот это, да, как из меня Пушкин или как из меня Валерина, какие-то метафоры. У меня была любимая метафора, из вас там вот это, как из России парламентская республика. Ну, как бы да. И то, что парламент, не парламент, они вспомнят кого. Вот давайте, я видел эти исследования, россияне, кого они считают великими государственными деятелями своей страны. Петра Первого, Ивана Грозного, Ивана Грозного, Сталин, да, да, ну, Путина, само собой сейчас. Вот, то есть для меня это типаж, это типаж вот такого, прям вот так, что такая жесткая рука, что по ней крошка потекла. Вот все. Если этого нет, наступает какое-то брожение, наступает какая-то смута, которая в конечном счете приводит опять к динамике, про которую мы с вами говорили перед эфиром, появление каких-то разбойников, благородных или не очень. И дальше это все опять замыкается на то, что кто-то опять с жесткой рукой, как Ленин, там, я не знаю, там, Троцкий или кто-то еще, берет за горло вот этот хаос и держит его, всю эту толпу в повинове. То есть эта матрица неизменна. Мифодизайн России невозможно перепридумать так, чтобы вот это не вернулось на очередной круг, тем более, что это спираль, если мы говорим, что это спираль, то это спираль исключительно по угрозе всему человечеству, ну и по каким-то гаджетам, которыми сегодня пользуются люди, а все остальное это же бег по кругу. У меня нет предупреждения по этому поводу, как нет. Знаете, мифодизайн я часто сравниваю с сельским хозяйством. Сейчас объясню. Вот есть у нас какое-нибудь дерево, оно дает плоды, они, может, не очень вкусные, но мы постепенно занимаясь им 300 лет, получаем яблоки. Были вот такие яблочки, стали большие, вкусные, наливные. Вот такие яблочки дикие, вот если вы когда-нибудь пробовали в лесу, там я как-то случайно так, невкусное, терпкое, кислое, все непонятное. Но если им позаниматься, возможно, что-то нормальное произойдет. Именно так формируется мифодизайн очень многих народов. С бандой и Майданом разобрались. Давайте про колхоз. Про колхоз. Что такое, тут я на вас буду опираться в первую очередь, что такое мое знание, когда я в Беларуси многократно ездил. Как раз тут для меня вот эта вот идея социальной справедливости, общности, взаимоподдержки. Я, когда у вас эти события происходили, у меня даже был такой цикл постов, я назвал их уроки белорусского. И мне очень многие наши такие майданные товарищи говорили, вот, сейчас, еще чуть-чуть, они сейчас начнут строить баррикады, они сейчас начнут стрелять, они начнут кастыри молотого делать. Я говорю, нет. Они будут ходить, их будут бить, они будут ходить. Да. Да? Что такое для меня колхоз? Ну, должно же быть по справедливости. Ну, по-человечески, что же должно же быть. Дорогие люди. По-человечески, по справедливости, это, знаете, не разное. Ну, вот каждый по-своему, но нужно обратиться к власти, и она добрая, она поймет, батька, на то и батька, чтобы справедливо рассудить. Не надо плевать в экран. Мы для этого, да, понимаете? Для понимания... Председатель колхоза, вот он должен, вот он рассудит все. Он хороший. Что такое колхоз? Ну, с моей точки зрения, может, я не настолько хорошо все это понимаю, знаю. Во-первых, это такой своеобразный договорняк, потому что председателя колхоза чаще всего без всяких эксцессов не переизбирали. Это, знаете, практически как монархия. Вот он себе, вот и вы избрали, он более-менее всех устраивает, для каждого подходит. И перевыборы председателя колхоза, это вот в режиме... Когда-то, мы уже все, мы проголосовали, пошли по своим делам. Это первое. У вас то же самое, правильно? Крепкий хозяйственный. Безусловно. Второе. Но это в рамках страны. Позволяет что-то себе потянуть. Колхоз на то и колхоз, что оттуда, что-то можно. Вот. Да, по-разному, в разных местах Украины это было. В некоторых местах там даже не разрешали деревья сажать, плодовые, для того, чтобы как-то там не быть. Я столкнулся с теми председателями колхоза, которые позволяли что-нибудь там для своей скотинки купить. Купить в колхозе подешевле. Да? Завести свое хозяйство и спокойненько. Такая двойная бухгалтерия. С одной стороны есть общий колхоз, а с другой стороны никто не мешает иметь свое собственное маленькое хозяйство, где я тоже свой собственный председатель своего колхоза личного. Но ты должен быть лояльным к председателю. Естественно, потому что оттуда тебе приходят какие-то плюшки, которые... И вот в этой... Даже без плюш. Понимаете, да? Просто называется «Мы тебе даем работать, скажи спасибо».